Всем привет! Давайте посмотрим, как правильно работать с калькулятором бонусов новой программы для менеджеров 4х4 жми на максимум, которая стартует с каталога номер 1 2021 года. У калькулятора есть несколько основных правил, которых мы рекомендуем вам придерживаться для того, чтобы легко, просто и понятно получить свой план в этой программе, получить максимальное количество бонусов и, конечно же, заработать путевку в Турцию в юбилейном 2022 году. Правило номер 1 этого калькулятора гласит «Всегда начинайте с чистого листа». Если вы начинаете новый план или вы составляете план для другого участника, всегда начинайте с чистого листа. Это означает, что все поля, которые предназначены в данном случае для редактирования, это поля, обозначенные оранжевым цветом, они все должны быть чистыми. То есть уберите все для того, чтобы начать и не допустить никаких дополнительных ошибок. С правой стороны, в верхнем правом углу вы найдете первую подсказку. Ваш первый шаг – выберите в ячейке период регистрации. Итак, выбираем любой из четырех периодов регистрации. Ну, любой означает то, что вы должны выбрать тот период, который относится конкретно к вам, если вы планируете для себя. И шаг номер 2 – это введите максимально достигнутый процентный уровень в своей истории. Для партнера с датой регистрации в 2021 году обязательно проставьте 0. Итак, во вторую ячейку вы должны проставить свое максимальное в истории достижение, например, 9%. С отрывом оно было достигнуто или без, в данном случае значения никакого не имеет. Итак, перед вами теперь почти чистый лист, вы готовы начать планировать. Все поле для планирования разбито на четыре основных периода. Первый период, второй, третий, четвертый. Каждый период разбит на четыре каталога. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и так далее. В каждом периоде обозначено, есть поле для вашего планирования. Это оранжевые поля и есть поля вашей базовой активности. Они заполнены автоматически, потому что выполнение этих обязательных условий обязательно. Вы можете делать либо 150, либо больше баллов. И вы должны выполнять критерии по личному рекрутированию. Это не менее двух квалифицированных рекрутов. И последнее поле, которое суммирует ваш результат. Вот здесь всегда будет отражаться ваш суммарный бонус, а здесь всегда будет отражаться результат квалификации в Турцию в юбилейном 2022 году. Итак, переходим ко второму правилу. Корректно введите ваши исходные данные. Это период регистрации и максимальный в истории процентный уровень. Дело в том, что если вы неправильно введете про себя эти два исходных значения, то и, соответственно, калькулятор бонусов вам может неправильно что-либо посчитать. Правило номер три. Подсказки помогут вам составить ваш план. Первую подсказку мы уже видели. Это шаг номер один и шаг номер два. Вторая подсказка сообщает вам, напоминает вам вашу основную задачу в этой программе. Например, если ваша регистрация до каталога 17, то у вас будет одна задача. А если вы составляете план для нового партнера, который к вам пришел только лишь в третьем периоде, то у него будет немножко другая задача. Вы видите, что задачи в данном случае меняются, если вы меняете период регистрации. Третья подсказка, да, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая подсказки расположены вот в этой колонке. Всегда перед тем, как что-либо планировать в первом периоде, во втором и так далее, всегда обратите внимание на подсказку. Например, в данном случае наша подсказка говорит нам, что ваш план с максимальным уровнем 9% будет уровень 15% с отрывом от ниже стоящего либо выше, минимум в двух каталогах. Если мы изменим с вами здесь максимальное достижение в истории, то поменяется и ваш план. Именно поэтому так важно внести все исходные данные корректно. Давайте внесем минимальный план в наш калькулятор. Вот мы внесли минимум в двух каталогах 15% и мы видим, что все верно, подсказка исчезла, бонус начислен. В это же время, когда вы проставили ваш план по достижению нового уровня, уже готов для планирования период номер 2. Вот он, второй период. Вы видите, что автоматически проставлен ваш максимальный процентный уровень и уже готова подсказка для планирования второго периода. Ваш план уровень 18% с отрывом от ниже стоящего либо выше, минимум в трех каталогах. Соответственно, вы проставляете ваши планы, опираясь на подсказку. Либо вы можете запланировать ваш результат выше. Итак, бонус начислен, все нормально, идем дальше. Уже готов для планирования период номер 3. Автоматически проставлен максимальный уровень в истории 18% и уже готова подсказка старший менеджер в трех каталогах. Соответственно, вы можете выбирать из списка, да, обратите внимание, можно выбирать из списка, можно проставлять вот таким образом. Все. Старший менеджер, вы проставили свои планы. Каталог номер 9. Мы можем поставить любой результат. И теперь, для того, чтобы у вас появилась наконец-то квалификация в Турцию в 2022 году, вот здесь, вот в этой суммирующей ячейке, обратите внимание на еще одну подсказку, которая говорит, проверь, что критерии старшего менеджера выполнены в каталоге номер 16. То есть, независимо от того, что три бонуса вы уже себе запланировали и получили, да, виртуально получили, пожалуйста, не забудьте, что в ваш план внести достижение критериев старшего менеджера в каталоге 16. Только в этом случае у вас появится отметочка «Да» в ячейке квалификация в Турцию 2022 года. Четвертое правило гласит, что после закрытия каталога, пожалуйста, внесите в файл фактические результаты по достижению процентного уровня и скорректируйте ваш план при необходимости. То есть, например, если вы запланировали себе в первом периоде достижение 15% уровня два раза, но при этом в каталоге номер 4 вы смогли вырасти еще больше, да, то есть до уровня 18%, то, пожалуйста, обратите внимание, что ваш план скорректируется, то есть второй период вы начинаете с максимального достижения 18%, а здесь план уже будет немножко другой. Здесь вам необходимо достичь старшего менеджера три раза для получения бонуса. Соответственно, и корректируются планы на третий период. Вы получаете в этом случае уже немножко другой суммарный бонус 60 тысяч рублей и квалификация в Турцию сохраняется, потому что вы помните, что в каталоге номер 16 вам необходимо также запланировать выполнение критериев старшего менеджера. Правило номер 5. Калькулятор не проверяет вашу базовую активность. То есть, вот эти ячейки, они не редактируются и не могут меняться никаким образом. Предполагается, что вы выполняете вашу базовую активность обязательно. Если вы что-то не выполнили из базовой активности и по этой причине вам не начислен бонус, соответственно, заполнять план или какие-то другие значения вносить в этот период значения никакого не имеет. То есть, вы бонус в любом случае не получите. Но для того, чтобы вам продолжать планировать ваш результат, все, что вам нужно сделать, это в один из каталогов внести ваше максимальное достижение конкретно в этом периоде. То есть, бонус у вас не отразится, но для того, чтобы максимальное ваше достижение правильно отразилось в периоде номер 2 и вы могли пользоваться калькулятором далее, пожалуйста, сделайте как бы вот эту манипуляцию, внесите ваш фактический максимальный результат в любой из каталогов. Правило номер 6 гласит, что для нового партнера обязательно нужно вносить максимальный уровень в истории 0. И, как вы помните, правило номер 1 – всегда начинайте планирование с чистого листа. То есть, если вы уже что-то кому-то планировали здесь и случайно все это сохранилось, просто удалите, очистите все поля и начинайте с чистого листа. Наш новичок, если он пришел, например, с 1 по 4 период, то для него проставьте период регистрации, обязательно сюда проставьте 0 и дальше проставьте достижения новичка, выполненные им до начала участия в программе. То есть, если ваш новичок пришел, например, в каталоге номер 3, и в каталоге номер 3 у него не было достижений 0%, а в четвертом каталоге он смог выйти на уровень 9%, то свое участие в программе он начинает с максимального уровня 9%. Здесь автоматически появится цифра 9%, соответственно, вы сможете для своего новичка дальше корректно пользоваться данным калькулятором. И последнее правило – используйте справочник, если вы что-либо забыли – условия программы или какой-то групповой объем, который вам нужно достигнуть. Справочник всегда будет находиться вот здесь, вот в соседней закладке. Здесь вы найдете условия квалификации на бонус, то есть ваше максимальное достижение, ваш план, количество каталогов, которые необходимо повторить, базовая активность и, соответственно, размер бонусов. И какие групповые объемы необходимо сделать для того, чтобы достичь того или иного процентного уровня по плану успеха. В случае возникновения вопросов по работе с калькулятором бонусов, пожалуйста, обращайтесь к вашим региональным менеджерам по продажам вашей территории. Желаем вам отличной работы и успешной квалификации на все возможные максимальные бонусы и, конечно же, на уникальную поездку в Турцию в юбилейном 2022 году.